Когда с нами случается что-то неприятное, мы ищем помощь повсюду. Прежде всего у друзей, конечно, и у православного сообщества. Благодаря тому, что у нас есть телеканал, первый в России православный телеканал «Союз», часто мы обращаемся за помощью к нему, получая духовную поддержку из передач, из выступлений известных общественных деятелей, из разнообразных программ, мы становимся более крепкими духовно и можем пережить трудности. Чтобы быть конкретным, я скажу, когда у меня в жизни случилась трагедия, и мой маленький сын попал в плен в Европе, в Норвегии, то я не знала, как жить, не знала, за что ухватиться, чтобы выжить и пережить вот этот ужас, который свалился на меня и на мою семью. И мне помогли друзья, и мне помогли обрести силу и веру коллеги с телеканала «Союз». У меня была уникальная возможность обратиться к вам, уважаемые телезрители, с экранов телеканала «Союз» с просьбой о молитвенной поддержке. И я почувствовала, как вот эти капельки, искорки ваших вздохов и слов по поводу моей жизненной трагедии помогли мне, как они сделали меня сильной. И теперь я уже борюсь не только за своего сыночка, но и за всех деток, которых отбирают у россиян в зарубежных странах. Мы создали организацию «Русские матери» и рассказали о нашей деятельности вот именно в телеканале «Союз». Мой мальчик все еще находится в плену. Шесть лет невесточке, я ничего о нем не знаю, но я уже другой человек. Я верю, что он обязательно найдет маму, что он вернется, и что он будет со мной и с нами здесь в России. И вот сегодня новая ситуация. Теперь уже наш любимый телеканал обращается к нам, к православному сообществу, и ко всем тем, кому он когда-то помог выжить, выстоять в сложных жизненных обстоятельствах. Сегодня в такой же сложной ситуации на пороге долговой кабалы стоит наш телеканал. И чем мы можем им помочь? Я, например, песчинка, простой маленький человек. Что я могу сделать, чтобы огромная вот эта телевизионная машина работала? Оказывается, очень много. Точно так же, как мы с вами помогаем маленьким детям, отправив СМС-сообщение, собираем на спасение маленькой жизни миллионы, точно так же мы можем сделать свой маленький вклад для спасения православного телеканала «Союз». Сделать это очень просто. Я для себя решила, что я отправлю 100 рублей. Я их могу отправить с помощью карты, я могу отправить СМС на очень простой номер 5115, написав на экране русскими буквами слово «Союз». Если вы не поставите сумму, отправится 50 рублей. Если вы укажете сумму в 100 рублей, то это будет ваше лепто на спасение нашего первого в России православного телеканала. И я думаю, что вместе мы сила, мы можем с вами это сделать. Ведь если перефразировать знаменитую русскую пословицу «С миру по нитке голому рубашка», то сегодня она может сработать как «С миру по нитке с Союзу рубашка». Давайте поможем нашему телеканалу и внесем свою лепто с помощью СМС или отправив 100 рублей на счет телеканала. Всю информацию можно узнать на сайте. Спасибо.